Игумен Дионисий Шлёнов Доцент Московской Духовной Академии Кандидат Богословия Монашество — это многогранный институт, как с точки зрения своего внутреннего устройства, так и с внешней точки зрения, если рассматривать его историю в контексте истории Церкви. Если о истории и богословии монашества написано относительно много, то о законодательстве монашеской жизни круг литературы более узок. В первой половине XX века два канониста Петро Хакес, его труд 1907 года, и бенедиктинский монах Де Меэстер, его труд 1942 года, представители восточного и западного христианства, оставили две фундаментальные монографии на греческом и на латыни, которые остаются важнейшими обобщающими трудами по законодательству византийского и восточного монашества. Хотя суть и смысл монашеской жизни были определены уже в новозаветную эпоху, о монашестве как об институции можно говорить только с IV века. Того века, когда вокруг монастырей стали строиться стены, а монахи стали носить специальное монашеское одеяние и, что самое главное, произносить монашеский обет или обеты. В монашеских правилах святителя Василия Великого, составленных во второй половине IV века в Каппадокии, впервые говорится о монашеском обете исповедания, амологии, как о каноническом акте, фиксирующем полную готовность кандидата в монашество отречься от мира и по образцу новокрещенного заново родиться в монашеской общине. Последовательность произнесения обетов в чине монашеского пострига следующая – девство, парфиния, сафросиния, послушания, ипокаи, ипотаги, и нестижания, птахия, актимасиния. Естественно, что все эти обеты являются христианскими добродетелями и как таковые могут и должны рассматриваться в системе нравственного богословия и аскетики. Принесение всех трех обетов основывается на отречении, апотаги, от мира, которое оказывается важнейшей отправной точкой монашеской жизни. В традиции древнего монашества отречение, апотаги, абдикацию, ренунциацию, вбирало в себя весь смысл монашеского жития и, в частности, указывало на произнесение обетов. Отречение – это правило, канон, смысл монашеского жития. В житии преподобного Даниила Столпника находим выражение «Иерос канон тис апотагис» – «священное правило отречения». Получение нового имени – символ отречения, которое, конечно, требует принципиально нового отношения к имени и ко всем новым регалиям новой жизни. Отречение антиномично. С одной стороны, оно является привилегием, даром, по сути дела, полной амнистии. Так, вступлению в монастырь не могут помешать никакие былые грехи, которые изглаживаются бесконечной силой покаяния. В 43-м правиле Трульского собора читаем о том, что «понеже уба монашеское житие изображает нам жизнь покаяния, то искренне привлепляющуюся конным одобрянием, и принимаем в монастырь, как бы ранее грешен он ни был». Также, чем ранее происходит отречение, тем больше времени остается для утверждения в добре. В 40-м правиле VI Вселенского собора читаем о том, что в монастырь можно вступать с 10-летнего возраста. То есть, чем больше остается жизненного времени, тем легче и надежнее утвердиться в добре. С другой стороны, отречение имеет необратимый жесткий характер. Самовольное сложение из себя иноческих обетов и возвращение в мирской чин не допускается, согласно VII правилу Халкидонского собора, так же, как и бегство из затвора. В последнем случае против воли возвращать беглецов и умерщвлять их плоть постами и прочими суровостями. 41-е правило Трульского собора. Естественно, что монахам не допускается, наряду со священнослужителями, мирское времяпрепровождение и наслаждение мирскими удовольствиями. 24-е правило Трульского собора. Также в идеале не допускается никакое высокое церковное служение для того, кто полностью отрекся от мира. Епископ, если принял великую схему, должен отречься от епископа, от епископства, в то время как священник может продолжать служить, согласно второму правилу Великого Софийского собора. В связи с отречением от мира возникают актуальные вопросы. Первый из этих вопросов таков – совместимо ли подлинное монашество с любыми видами активной деятельности в церкви, миссии, благотворительностью, преподаванием? Второй вопрос – какова роль покаяния в жизни монаха? Третий – кем, по сути, является монах? Духовным отцом, духовным вождем или человеком, основная задача которого – показать реальный пример и путь смирения? Четвертое – насколько совместимо отречение от мира с удобствами мира? Пятое – чем обусловлено своеобразное выгорание некоторых монахов, которые теряют ревность к духовной жизни? Шестое – какие наиболее эффективные средства для преодоления монашеской теплоохладности? И, наконец, при отсутствии силовых способов воздействия на монаха, не соблюдшего свои обеты, какие методы могли бы вернуть его на путь богоугодной покаянной жизни? Это вопросы к размышлению, то, что рождается из размышления над апатаги – отречения. Теперь мы переходим к первому обету – девство. Первым обетом при монашеском постриге является обет девства. У преподобного Федора Студита находим схема монахов – провозглашение девства. Призывая своих учеников к совершенству и отречению от всевозможных благ мира, Господь, Спаситель указывает главным образом на путь девства. «Кто может вместить, да вместит». Для обета целомудрия основополагающим является девятнадцатое правило святителя Василия Великого, требующее от монахов принесения ясного исповедания – энергия омология, то есть обета без брачия. Очевидно, что в монашеских общинах святителя Василия в обет исповедания прежде всего входило заявление о вступлении на путь безбрачной целомудренной жизни. По 60-му правилу святителя Василия Великого, принесшее обет девства и нарушившее обещание, да исполнит время наказания, положенное за грех прелюбодеяния, с распределением, то есть по экономии, смотря по ее жизни. То же и для воспринявших обет жития монашеского, но падших. Правило, 16-е правило Халкидонского собора гласит, «Деве, верившей себя владыке Богу, так же, как и монашествующему, непозволительно вступать в брак. Если же они окажутся так поступающими, да будут без причастия». Византийские канонисты Зонара, Аристин и Вальсамон толковали это правило расширительно, применительно к монахам и монахиням и в связи с другими правилами вселенских поместных соборов и святых отцов, которые также нарушителя обета девства оставляли без причастия на год по епитимии двоебрачных 19-е правило Анкирского собора, а позднее на 15 лет как блудников 44-е правило Трульского собора. Но церковные правила не ограничиваются общими прещениями тем, кто изменял обету девства, а стремятся правильно организовать жизнь монаха и пресечь поводы к нарушению обета целомудрия, как, например, правило Седьмого Вселенского собора, а именно 18-е, которое запрещало прислуживание женщин в мужских монастырях, 20-е, которое категорически запрещало смешанные монастыри, или 22-е, которое запрещало монахам вкушать пищу вместе с женами, а священникам делать это с крайней рассудительностью. В связи с первым обетом монашеского пострига девства возникают следующие актуальные вопросы. Первый. Следует ли подтвердить или скорректировать пенитенциарную сторону канонов по отношению к монахам, покинувшим монастырь из-за нарушения обета девства, но остающимися в роли мирян в церкви? Второе. Достаточно ли усмотрения епископа по отношению к павшим монахам, принесшим покаяние, или их возвращение в монастырь будет регламентироваться специальными правилами? Третье. Сказывается ли отступление от второстепенных правил, таких как, например, 18-е правило запрещения прислуживания женщин в мужских монастырях на духовной жизни монастыря? Четвертое. Частое паломничество и отпуск монахов, используемый для паломнических целей, служит ли это укрепление веры или является поводом для ослабления монашеской дисциплины? Пятое. Нет ли необходимости прописать правила монашеского поведения с учетом современных реалий и неожиданных соблазнов, например, строго запретить просмотр каких-либо фильмов и бескрайней необходимости пользования интернетом? Особый последний вопрос актуален для монастырей миссионерского типа или монахов в миру, жизнь которых не так строго регламентируется правилами общего жития. Теперь мы переходим ко второму обету, обету послушания. Второй монашеский обет, послушание, отречение от своей воли основывается, в частности, на призыве Спасителя «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». С самого начала монашества устав преподобного Пахомия требует безусловного послушания старцу молодого инока, который без послушания не мог ни шагу ступить, ни слова сказать. Монахи преподобного Пахомия были готовы к послушанию и не прилагать волю сердца ни к чему, дабы плодоносить Богу, и на карпофарун то фео. Из двух типов послушания, с рассуждением и без рассуждения, послушание и без рассуждения – формулировка из «Жития Авва до Сефея». Строгое монашеское послушание ближе ко второму типу, характерный пример которого содержится в житии святого Акакия, который в течение девяти лет при жизни вплоть до смерти и даже во гробе оказывал абсолютное послушание своему неразумному, как пишется в Синаксаре, и жестокому старцу. Пришли оба в усыпальницу. Оба – это старец и монах, который позвал старца посетить своего усопшего послушника. И как у живого честной старец спросил у умершего, «Брат Акакий, ты умер?» А он тотчас ответил, «Как, отче, можно, чтобы умер человек, делатель послушания?» В соборных правилах имеются два основополагающие правила для монаха. О послушании епископу, а значит, в его лице всей церкви, и о послушании игумену, восприемнику при вступлении в монастырь. Хотя первое из них о послушании епископу вроде бы не имеет прямого отношения к послушанию внутри монастыря, тем не менее оно тоже очень важно, поскольку естественно, чтобы глава монастыря, игумен, был в послушании у главы церкви епископа, через что монахи, несмотря на свою неотмирность и инаковость, встраиваются в определенную иерархию. Епископ, игумен, монах. В 113 правиле требника под именем святителя Василия Василия Великого указывается, «Если некий монах каким-либо речением противится своему игумену или старцу, или своему духовному отцу, он оказывается противником Бога, антидико стофио, ибо лучше согрешить пред Богом, чем пред одним из таковых». Принцип послушания превыше поста и молитвы, применительно к Богу, как непослушание самому Богу, вступает в решительное противоречие с принципом послушания заповедям Божьим и воли Божьей, который определен основополагающим для монаха в правилах святителя Василия Великого. Тем не менее, он преследует благую цель – подчеркнуть абсолютное значение послушания для монаха, который, оказывая непослушание людям, грешит перед Богом. Можно это переформулировать и по-другому. Грех непослушания – один из тяжелейших грехов, значительно более опасный, чем многие остальные грехи, особенно для монаха. И в срезе со вторым обетом послушания возникают следующие актуальные вопросы. Имеет ли послушание временный, например, вплоть до смерти своего старца, или постоянный характер? Слушаться ли всегда духовных отцов, или при их отсутствии или недостаточной подготовленности достаточно послушания Святоотеческим Советам, подчеркнутым, в частности, из книг? Третье. Тождественно ли послушание своему духовному отцу и послушание подчинения и покои и потоги монастырским уставам и правилам? Четвертое. Имеет ли право монах на непослушание церкви, если он получает указание делать то, с чем не согласна его совесть? Пятое. Не является ли учение о послушании хорошей почвой для молодостарчества, прелести и прочих подвохов в духовной жизни? Шестое. Можно ли точно определить разницу между послушанием монаха своему духовнику и мирянина? Эта разница определяется объемом послушания или самим характером послушания? Седьмое. Нужно ли искать святого духовника или жить по примеру преподобного Акакия? А в Синексаре мы читаем о том, что старец бил преподобного Акакия, и сегодня у него была поранена шея, завтра голова, а послезавтра спина. И, наконец, более широкий вопрос. В какой мере святоотеческое учение о послушании применимо сегодня? Если оно применимо не полностью, то возникает ряд чрезвычайно важных и непростых вопросов. В какой мере изменения допустимы с канонической и аскетической точки зрения? Третий обет – нестяжание. Из всех монашеских обетов нестяжание, актимосиня или бедность, птухия – самый непростой обет, поскольку в связи с разными типами организации монашеской жизни строгое общежитие, скид, особное житие возникали разные ситуации, иногда способствовавшие появлению и передачи по наследству монашеской собственности. Однако в целом святоотеческая традиция подчеркивает безусловный характер обета нестяжания. У антиоха-монаха в пандектах встречаем мысль о том, что нестяжание абсолютно необходимо для монаха. Истинное искреннее нестяжание показывает жительство монаха. По краткой формуле греческого канониста Петра Какиса монах без собственности вступал в монастырь и без собственности должен был оставаться в нем. Византийский канонист Зонара пишет о нестяжании, как о естественном состоянии монаха-мертвеца для мира. Как умершие ничего не имеют, так монах ничего не имеет. Естественное следствие нестяжания заключалось в том, что монахи отказывались от доставшегося им по случаю наследства. Некий монах жил в пещере в пустыне, открыто родственниками по плоти, что отец его тяжело не дугает, собирается умереть, прийти, чтобы получить наследство. Он же ответил, «Я прежде него умер для мира, мертвый живому не наследую». Наиболее ключевым и авторитетным церковным правилом по поводу монашеского нестяжания оказывается шестое правило двукратного собора 867 года. Вот это правило. «Монахи не должны иметь ничего своего, но все принадлежащее им да утверждается за монастырем. После вступления в монашество над всем их имуществом имеет власть монастырь, и им не разрешено распоряжаться ничем своим, не завещать». Здесь же говорится о том, что монах, порабощенный страстью любостяжанию, эти блага отнимаются игуменам, продаются в присутствии многих и раздаются бедным. Впоследствии и в государственном, и в церковном законодательстве Византии формулировались разные, иногда значительно более мягкие нормы, которые, тем не менее, не могли затруднить и изменить суть монашеского законодательства. Так при императоре Льве Шестом Мудром появились законы, позволяющие монахам распорядиться своим наследством во многом по своему усмотрению, что становится отправной точкой для монашеской идеаритмии. В синодальную эпоху в новых условиях русское монашество приобретает разные типы, но любые привилегии, как правило, приводили не к негативу, а к положительным последствиям, например, к формированию библиотек, музейных собраний и другим формам развития просвещения и образования. В современной ситуации самые ключевые вопросы, связанные с монашеским нестяжанием, следующие. Самый общий вопрос. Обладает ли вообще монах правом материальной собственности, а также имеет ли он право на интеллектуальную собственность как автор или редактор или просто обладатель информации? Во-вторых, насколько собственность монаха, которая приобретается им по благословению или сведомо церковного руководства, например, машина, нарушает обет о нестяжании? Третье. Как поступать монаху в случае, если он по неизбежным обстоятельствам должен заботиться о своих родственниках и в том числе решать материальные вопросы и вопросы собственности со своим собственным участием? Четвертое. Какой максимальный объем собственности для монаха строгого общежительного монастыря? Пятое. Нужно ли регламентировать общую собственность общежительных монастырей с тем, чтобы она не становилась предметом соблазна для мирян? Например, сверхроскошное убранство Архандарика и прочее. Шестое. Нет ли опасности обмерщения монаха, если он внутри монастыря надолго или на всю жизнь погружается в решение бытовых и хозяйственных вопросов? Седьмое. Если монах в силу церковного послушания ведет идеаритмический образ жизни, в связи с чем честнее взаимодействует с миром, служа на приходе или занимаясь преподаванием, существует для него возможность временно или постоянно жить в миру по особому благословению и в силу этого владеть определенной собственностью? И, наконец, насколько вообще оправдан идеаритмический образ жизни для монаха? Теперь мы переходим к выводам. Первое. Хотя три монашеские обета никогда не были предметом единого законодательного акта, каждый из них подтверждается общими и частными правилами. Законодательство о трех монашеских обетах по сути дела составляет ключевую часть всего монашеского законодательства. Это квинтэссенция, суть, и хотя есть и другие правила, но большая часть относится к трем обетам. Третье. Изменение и смягчение законодательства трудно объяснимы в свете светоотеческой строгости. Четвертое. Существует крайность законодательства, как, например, с послушанием игумену, которые превыше послушания Богу, которые оказываются недопустимыми, особенно в век оскудения духоносных людей. Пятое. Разные правовые модели реализации одних и тех же монашеских обетов должны были бы побудить к более точным формулировкам и разграничениям между правами и обязанностями внутри каждого из трех окончательно сформировавшихся во втором тысячелетии монашеских обетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok